В Городской думе состоялось заседание отчетно-выбранной конференции Тверского областного отделения Международной общественной организации «Фонд мира». Избрали членов президиума и наградили присутствующих за активное участие в ее работе. Основными направлениями деятельности «Фонда мира» являются содействие, укрепление мира, дружба и согласие между народами, благотворительность, предотвращение национальных, религиозных и социальных конфликтов, защита прав человека, сохранение окружающей среды, развитие международного сотрудничества культурных, молодежных обменов. В орбиту деятельности Российского фонда вовлечены несколько сотен тысяч человек. Это ветераны и инвалиды, воин, молодежь, дети, действия культуры и науки. Сенатор, заместитель председателя Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Людмила Скаковская прокомментировала важность деятельности фонда. Данная организация существует более 60 лет. И Тверское региональное отделение фонда «Мир» очень уважаемо и очень любимо в Москве. Я бы не побоялась даже слова «любимо», потому что делается действительно очень много для процветания нашего региона. Много мероприятий проводится и к Великой Победе, и к различным праздникам. Кроме того, серьезная поддержка идет сейчас СВО от фонда «Мира». Но и больше всего мне очень импонирует, что в тесном сотрудничестве фонд «Мира» работает со всеми организациями общественными, которые есть на территории Тверского региона. Тверским отделением фонда многие годы успешно руководит председатель правления этой организации Сергей Рогозин. В ходе конференции он предложил стать почетным членом фонда заслуженному ветерану Великой Отечественной войны Спартаку Сычеву, которому в этом году исполнилось 100 лет. «В качестве почетного члена правления в состав 2023-2028 годов предложить почетного жителя нашего, почетного гражданина города Твери и Тверской области, участника Великой Отечественной войны, председателя Совета ветеранов, участников Курской битвы Спартака Андрея Чесычева». Фонд «Мира» – одна из старейших общественных организаций России. Он имеет миротворческую и гуманитарную деятельность по оказанию помощи социально уязвимым слоям населения, ветеранам войны, детям-сиротам, инвалидам. Особое внимание традиционно уделяется сотрудничеству с Русской Православной Церковью и другими религиозными конфессиями в деле духовного возрождения России. «Русскую Православную Церковь и Российский фонд мира на протяжении многих уже десятилетий связывают самые добрые отношения. При посредничестве фонда наша церковь имела возможность развивать диалог с миром науки, культуры, искусства, литературы. И во многом, конечно, благодаря сработчеству с фондом и другими миротворческими организациями». В ходе работы конференции были заслушаны доклады о проделанной работе. Отчет ревизионной комиссии состоялся обмен мнениями об итогах деятельности организации, а также состоялось выдвижение и утверждение нового состава правления фонда и его руководителя. Единогласно участники собрания поддержали кандидатуру Сергея Рогозина в качестве председателя правления Тверского областного отделения Международного общественного фонда мира. Нужно отметить, что буквально накануне при поддержке Тверского отделения фонда был реализован международный гуманитарный проект «Дети мира», в рамках которого прошел глобальный фотоконкурс и серия международных выставок. В Тверской городской думе открылась выставка рисунков победителей конкурса «Тверь. Город мира» среди школьников. Посетить экспозицию могут все желающие.